Всем доброго времени суток. Недавно в Альманахе засветился сам Пепси Мэн. В игре Fighting Vipers. Этот персонаж, маскот Пепси, но только в Японии. Уж не знаю, какая договоренность с Сегой у них была, но, видимо, за рекламу отбашляли немало. После этого я вспомнил про отдельную игру про Пепси Мэна. Вышла она в 99-м году, только в Японии, само собой, на PlayStation 1. Обзоров по ней я уже видел достаточно, но вот сам как-то ни разу не играл. Недавно на стриме я все-таки попробовал. И, ну, что сказать, обычный проходниковый трэш. Геймплей весьма незаурядный. Пепси Мэн бежит на пролом к своей цели, и вы можете только поворачивать, прыгать, делать подкат или разбегаться. Вот, собственно, и все. По сути, перед нами один из ранних представителей жанра раннер, который все так на мобилках любят. В игре всего 4 уровня, поделенных на 3 стадии. В первых двух вы бежите непосредственно вперед, а в третий, наоборот, в сторону камеры. И, видимо, чтобы игроки быстро с игрой не заканчивали, разработчики сделали ее довольно сложной. Но не сказать, что справедливо. Самая банальная причина – это запоминайка. Ближе к концу игры среагировать на возникающие препятствия становится практически невозможно. Если, конечно, вы заранее о них не знаете. Также в некоторых уровнях вам придется покататься на бочке или бегать с ведром на башке. В первом случае управлять по всем Мэнам становится сложно, из-за его постоянной качки из стороны в сторону. А во втором – банально потому, что вам инвертируют управление. Нажимаете вправо, он идет влево. И наоборот. Уровни, в которых вам надо бежать в сторону камеры, тоже не лишены своих огрехов. Во-первых, камера банально слишком близкая. Из-за чего вы не столько реагируете на препятствия, сколько пытаетесь их предугадывать. А ближе к концу станет еще хуже, ибо там препятствия будут появляться позади вас. Скажете, так это же к лучшему. Но мало того, что сам Пепси Мэн загораживает обзор, так еще и каждое столкновение приближает его к тому, от чего он убегает, из-за чего уворачиваться становится еще труднее. По сути, вам эти участки надо проходить почти идеально. Ну и последний явный прокол есть в самом Пепси Мэне. Как я заметил, у вас есть ускорение и подкаты для уворота от препятствий. Проблема в том, что многие из этих препятствий заскриптованы так, что появляются в строго определенное время. И вот эти ваши хаотичные ускорения и замедления в итоге могут вам же и поднасрать. Другими словами, уровни в игре построены на прохождение с минимальными задержками и по строго определенному маршруту с минимальными ошибками. По сути, иногда даже одна ошибка может свести на нет все прохождение. Чем чаще вы от этого маршрута отклоняетесь, тем меньше шансов, соответственно, на победу. Тут ведь еще и таймер есть. Хотя справедливости ради стоит отметить, что в игре бесконечные конты, а уровни, не сказать, чтобы уж прям длинные, и я прошел игру ферстраном приблизительно за 70-75 минут. Так что в целом, не все так уж плохо. Гораздо большие вопросы вызывают другие аспекты игры. К примеру, игра начинается с видеоролика про какого-то пузача с месячными запасами Пепси перед телевизором. Причем это явно американец. Тут-то, видимо, японцы угорают от тупых америкосов. Однако этот пузач появляется после каждого уровня и зачастую вставлять какие-то бессмысленные фразочки вроде вот этой. Вот что это, блин, значит? Или как вам, к примеру, сюжеты для этих самых уровней? В первом Пепси Мэн останавливает водитель грузовика. Мол, вот везут Пепси в магазин для покупателей, но вот, блин, незадача шину спустила. И вам теперь надо утолить жажду страждущих, скажем так. Тут как бы все более-менее логично. Более-менее. Но вот уже начиная со второго уровня, начинает твориться натуральная японщина. Во втором уровне вы встречаете пожарного. Он рассказывает, что в Энном небоскребе начался, собственно, пожар. Что он просит вас сделать? Правильно принести людям, собравшимся на крыше, Пепси, ибо они умирают от жажды. Нафиг пожар тушить, нафиг людей с крыш снимать. Пепси им подкатило, и все, они довольны. В третьем уровне вообще пассажирский самолет упал где-то посреди пустыни. Зачем их оттуда спасать, правильно ведь? Мы им Пепси подкинем, они счастливы будут. Финал же это просто вообще эпик. Вы, скрипя зубами, добираетесь до какого-то суперкомпуктера. И восстанавливаете его, заливая туда Пепси. Так что теперь, когда в следующий раз у вас сдохнет комп или приставка, вы знаете, что делать. Да и просто посмотрите на эти сами уровни. Везде это чертовы Пепси. Из-за него умирают люди, машины взрываются, и везде, блин, валяется это Пепси. На зданиях Пепси, на машинах Пепси, на билбордах Пепси. Да блин, даже на дороге валяются баночки из-под Пепси. Если везде столько этого чертового Пепси, то на кой фиг вообще Пепсимэн нужен? Вот оно, Пепси-то, протяни руку-то и все, если оно тебе так нужно. Если же смотреть с технической точки зрения, то игра явно бюджетная. Модельки паршивенькие, многие объекты, особенно люди. Это вообще очень сильно пикселявые спрайты. А звуковое оформление иногда просто с ума сводит. И довольно сильно долбит по мозгам, особенно в финале. Поначалу, конечно, музычка кажется весьма такой забавной, но это очень быстро приедается. В общем, перед нами, скажем так, продукт своего времени и своей страны. Смотреть со стороны на это забавно, самому же играть не сказать, чтобы приятно. В общем, от меня 3 балла. И рекомендация пропустить. Ну а у меня на сегодня все. Пишите в комментариях, что думаете об игре, рассказывайте о канале друзьям. У меня также есть канал на Твиче и группу в Кантачи. Если есть возможность и желание, поддержите канал. Все ссылки вы найдете в описании. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры inom ТВ